Проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 153. Сын работает и живет с родителями. Как ему надлежит распорядиться своим заработком? Ответ Игнатия Лапкина. Непонятно, с какими родителями, с матерью или с тещей. Тавид, 10 глава, 12 стих. Потом сказал дочери своей, почитай твоего свекра и свекровь. Теперь они, родители твои, желают слышать добрый слух о тебе. И поцеловал ее. И едно сказала Тавии, возлюбленный брат, да восставит тебя Господь Небесный и дарует мне видеть детей от Сарры, дочери моей, дабы я возрадовалась пред Господом. И вот отдаю тебе дочь мою на сохранение, не огорчай ее. Если вопрос о заработке, то если вы питаетесь общим котлом, всем положить поровну. Если все верующие и постятся равно. Но вначале, после получения пенсии и заработков, сразу же отделить точно одну десятую часть священству и отдать скорее. Потом подумать, будет ли что на вторую часть для храма. И третье на нуждающихся в вашей помощи. Остальные деньги также поровну за коммунальные услуги и прочее. У каждого должны быть капиталы на накопление, на покупку для себя или кому-то в подарок. Не претендовать на то, что другому по праву принадлежит. Хотя бы вам и казалось, что это не так. Если же дети уже взрослые и, живя с вами, еще не женаты, ваша власть тоже не совсем бесконтрольна над ними. Если сын не пьяница, то жить на равных. Не давить возрастом и не козырять. Родила, воспитывала. Если же пьяница и не слушается, то расстаньтесь. Или сдайте его в милицию. Второзаконие, 21 глава, с 18 по 21 стих. Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания и скажут старейшинам города своего, «Сей сын наш буин и непокорен, не слушает слов наших, моты пьяница». Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти. «Итак, истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся». Притчи, 23 глава, 21 стих. «Потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище». Огромная и страшная беда, если чадо наркоман и токсикоман. «Пропал весь ваш товар. Тут только чудо Божье спасет вас. Не приведи Господи». 1 Коринфянам, 5 глава, 11 стих. «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе». 1 Коринфянам, 6 глава, 10 стих. «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследует. Богу нашему слава во веки веков». Аминь. То есть это оживление этих вопросов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok